Военные офицеры Габона объявили, что захватили власть в стране и поместили президента Али Бонга под домашний арест. Если госпереворот окажется удачным, то он станет восьмым для Западной и Центральной Африки за последние три года. Он также положит конец почти 60-летнему правлению политической династии Бонга. Отец нынешнего президента пришёл к власти в 1967 году. Сам Али ходил в школу во Франции, любит американскую музыку и в 1978-м даже выпустил фанк-альбом. Он пришёл к власти в результате выборов в 2009 году после смерти его отца. Страна зависит от добычи нефти, а также известна своей супербогатой элитой. Габонцы давно хотели более справедливого распределения богатств от добычи природных ископаемых. Али обещал модернизировать Габон. В то время как его отец поддерживал тесные деловые контакты с Францией, Али обещал диверсифицировать экономику и защитить окружающую среду. Он урезал число министров, а также наложил ограничения на зарплаты чиновников. Впрочем, это не помогло сократить неравенство. Почти треть населения страны живёт за чертой бедности. Ещё в 2016 году оппоненты обвинили его в фальсификации выборов. Тогда начались протесты, люди сожгли парламент. Полиция открыла по демонстрантам огонь. В 2019 в стране была неудачная попытка переворота. А недавно в Габоне состоялись очередные выборы, на которых Али Бонга опять объявил себя победителем. Между тем, официальных заявлений от правительства Габона по поводу военного переворота пока не поступало. ООН осудило попытку переворота, а также призвало стороны проявить сдержанность и начать диалог.